вопрос как узнать подобно две заданные матрицы или нет конечно если они не подобны то можно может быть посчитать скажем ранги до если ранги разные и подобны но можно пойти дальше посчитать характеристические многочлены если характеристически многочлены разные то не подобны но может быть так что многочлены характеристически совпадает а подобие есть не совпадают а матрицы не подобны пример был да был ну вот что ж конечно рецепт мы с вами прекрасно понимаем найти собственные значения найти жарданову форму если жарданова форма одинаковая это матрицы подобно если нет то неподобно но в конце прошлой лекции я сказал вам о том что есть способ узнать подобные матрицы или нет не вычисляя собственных значений и более того это можно сделать выполнив лишь конечное число и притом арифметических операций для этого для этого надо рассмотреть матрицы элементами которых являются многочлены от одной переменной ну как их называть полиномиальной матрицы полиномиальной матрицы что это означает но переменную давайте буквой лямбда будем обозначать ну и для краткости в некоторых книжках так и делать будем эти матрицы называть лямбда матрицы значит матрица ну естественно для каждого если мы придадим лямбда числовое значение то получится просто числовая матрица ну а в общем случае вот элементы это какие-то многочлены от лямбда но матрицы рассматриваем нас интересует квадратный мат что с такими матрицами можно делать в общем просто матрицы элементами которых являются многочлены самом деле с этими матрицами можно делать абсолютно все чему мы с вами научились делать с матрицами элементы которых принадлежат некоторому полю здесь многочлены многочлены поля не образуют они образуют кольцо но это кольцо не имеет делителей нуля это коммутативное кольцо без делителей но это целостное кольцо и как вы хотелось бы верить помните такое кольцо можно вложить в поле и поле дробей или поле частных элемент поля частных это что такое отношения 2 многочленов естественно в алгебре воспринимаем отношении 2 охотчены как формальный шторм для говорения ну и assumption есть формальные выражения но и друг только можетро восприниматься формальным таким образом это матрица с элементами из некоторого поля То есть, можно использовать всю теорию первого семестра. Можно считать ранги, считать определители, обращать. Всё. Присоединённую матрицу. Всё можно. Миноры. Правда? Всё можно делать. Специальный класс лямбда-матриц. Это такие матрицы, определитель которых есть ненулевая константа. То есть, это есть многочлен нулевой степени, отличный от нулевого многочлена. То есть, от лямбда нет зависимости. Очевидно, ну, надеюсь, что это очевидно, мы об этом успели сказать в конце прошлой лекции. Значит, если определитель матрицы, лямбда-матрицы, есть константа ненулевая, то обратная к такой матрице тоже будет обладать тем же самым свойством. Очевидно, и матрицы такие принято называть унимодулярными. Унимодулярные лямбда-матрицы. Сами элементы от лямбда зависят, а вот определитель не зависят. Ну и дальше. Естественно, можно рассматривать понятие эквивалентности для лямбда-матриц, так же, как мы это делали для числовых матриц. Но нас будет интересовать понятие унимодулярной эквивалентности. То есть, мы будем, давайте, писать так. Одна матрица унимодулярна. Ну, а чтобы была короткая запись, давайте просто волну рисовать. Одна матрица унимодулярна эквивалентно другой матрице. По определению, если от лямбда можно представить в виде х от лямбда на b от лямбда на y от лямбда, где x от лямбда и y от лямбда унимодулярны. Ну, другими словами, еще раз, значит, это означает, то есть, определитель, как лямбда, есть некая константа, определитель y от лямбда, тоже есть некая константа. Константа отличного нуля. А вот теперь, как узнать, есть способ, законечное число арифметических действий, узнать, являются ли две лямбда-матрицы унимодулярный эквивалент. Вот смотрите, как это можно сделать. Давайте введем элементарные унимодулярные преобразования. Еще вот есть лямбда-матрица. Перестановка двух строк равносильно чему? Умножение этой матрицы слева на матрицу перестановки. Правильно? Матрица перестановки является унимодулярной. Там ее элемент просто от лямбда не зависит. Определитель плюс-минус единица. Значит, вот умножение слева на матрицу перестановки, это переставляет строчки. Значит, это есть... Будем считать, что это элементарное унимодулярное преобразование. Аналогично, если мы умножаем на матрицу перестановки справа, то происходит перестановка столбцов. Значит, это тоже преобразование, которое мы будем считать элементарным унимодулярным преобразованием. Кроме этого, к строчке можно прибавить строчку, другую, умноженную предварительно на любой многочлен от лямбда. Значит, чему это равносильно? Умножение слева на матрицу. Очень специального вида, догадываетесь, какого? Ну, что... Значит... Ну, значит, это... Матрица отличается от единичной ровно одним элементом, который не на главной диагонали находится. Понимаешь, что определить, какой матрица равна единице? И она является унимодулярной. То есть, умножение слева на вот такую специальную матрицу будем тоже считать элементарным унимодулярным преобразованием. Ну, и аналогично умножение на такую матрицу справа тоже будем считать элементарным унимодулярным преобразованием. Ну, в принципе, можно еще допустить... Можно добавить, конечно, к этим элементарным преобразованиям умножение строк и столбцов на ненулевые числа. Ну, пожалуй, вот все. Вот наш класс элементарных унимодулярных преобразований. А вот теперь давайте посмотрим, что можно сделать с лямбдой матрицей, выполняя элементарные унимодулярные преобразования. К какому виду такую матрицу можно преобразовать? Значит, теорема с помощью элементарных унимодулярных преобразований матрицу А от лямбда можно привести к виду давайте обозначу через бе от лямбда. Значит, матрица будет диагональная. А здесь D1 от лямбда и так далее. D1 от лямбда какие-то многочлены, но при этом при этом многочлен D1 от лямбда делит многочлен D2 от лямбда делит. Ну, значит, D2 делится на D1. Одновременно мы говорим, что D1 делит, то есть является делителем. D2 от лямбда делит D3 от лямбда и так далее. И так далее. Значит, вот D4 от L2 от лямбда и так далее. То есть первое многочленов не нулевое. Вот. А дальше идет на диагонали нулевое. Значит, что про R можно сказать? R может равняться и N. Тогда нулевого блока нет R может равняться и нулю Матрица D от лямбда просто нулевая Ну отсюда будет следовать, что и матрица А от лямбда нулевая Значит, вот такая теорема Мы к этой теореме еще и добавок сделаем И добавок сделаем Значит Если в многочленах D1, D2 и так далее Вести для них требование приведенности То есть, если считать, что старший член равен единице То тогда эти многочлены определены однозначно Вот такая теорема Сложная она или простая Она, конечно, замечательная Теорема Ну а сложная или простая, судите сами Мы сейчас попробуем ее доказать Доказать будет по индукции Индукция по M Вот если оно равно единице То доказывать, конечно, нечего Пусть он больше или равняется 2 Вот давайте рассмотрим Вот все возможные матрицы B от лямбда Которые можно получить из матрицы А от лямбда С помощью элементарных унемодулярных преобразований То есть Они, конечно, будут унемодулярно эквивалентными Эти матрицы Но я требую больше B от лямбда Получается из А от лямбда С помощью элементарных унемодулярных преобразований Вот все множество таких матриц Но, естественно, среди них есть такая матрица Или даже много таких матриц Которых элемент в позиции 1.1 Имеет самую маленькую степень Ну, конечно, есть Вот давайте в качестве B именно такую матрицу возьмем Значит, понимаем, что она существует Значит, степень элемента B от лямбда Вот она минимальна Среди всех матриц Которые можно получить из А от лямбда С помощью элементарных унемодулярных преобразований А вот теперь Давайте заметим Что для такой матрицы B от лямбда Каждый элемент первого столбца Это многочлен Каждый многочлен первого столбца Делится На многочлен B1.1 от лямбда Понимаете, почему? Если бы не делился Мы могли бы тогда поделить с остатком Поделиться с остатком То есть B и 1 от лямбда В этой строчке Вычесть первую Предварительно умножить на Q от лямбда И мы получили бы R от лямбда После этого мы бы переставили строчки и тою и первую И в позиции 1 Мы получили бы многочлен строго меньшей степени А матрица при этом была бы естественно Получалось бы с помощью элементарных Унемодулярных преобразований Из исходной матрицы Противоречия Вот, совершенно аналогично BGT1 Ну, не так пишу Я хочу первую строчку Все элементы первой строчки тоже делятся На B1, 1 от лямбда Но здесь доказательство Я думаю, вы уже точно понимаете Совершенно аналогично Значит, вот эта матрица B от лямбда Она вот такая Здесь есть B1, 1 от лямбда Здесь 0 А, не она Значит, теперь, поскольку Этим фактом мы владеем Мы можем выполнить Еще некоторые элементарные преобразования И получить Уже из B Получить матрицу Вот такую Мы еще Вообще-то это еще одно преобразование Вот, а здесь Стоит Ну, давайте я напишу Бездоликом Ну, поскольку делится Теперь мы что, ну, просто Повычитаем И получим нули Вот здесь, в первом столбце И в первой строчке Нули Понятное дело, да? Значит, вот теперь мы понимаем Что Из матрицы от лямбда С помощью элементарных Монимодулярных Преобразований Можно получить вот такую матрицу Вот такую матрицу Матрицу вот такого вида При этом ясно, что Многочлены, входящие в B с домиком Они имеют все степень меньше или равную Чем степень B1, B1 от лямбда Но Давайте заметим Кое-что еще Все эти многочлены Делятся Не просто их степень Меньше или равна Они делятся На B1, B1 от лямбда Почему? Ну, тут смотрите как Значит, мы можем Ну, допустим В позиции G попался многочлен Который почему-то не делится Тогда мы можем К житому столбцу прибавить B Прибавить первый Затем Из этой строчки Вычесть первую Умноженную на подходящий Многочлен И получить Остаток При делении B с домиком И житого На B1, B1 И степень Остатка строго меньше С не делится Значит, вот это Тоже верно Вот Ну, а дальше Индуктивное предположение Для Мацы Б с домиком Имеет порядок На единичку меньше Предполагаем Что С помощью элементарных Унимодуляторных Преобразований Б с домиком Приводится К нужному виду Ну, ясно Что Но при этом Вот Та диагональ Которая получится Для B с домиком Там Все эти Многочлен Будут на B1 Один Делиться Так что Существование Доказано Да Действительно Мы доказали Что с помощью Элементарных Унимодулярных Преобразований Можно Получить Вот такую Матрицу Для отлямна Теперь про Ну, понятно Что можно Многочлены D1 D2 И так далее Сделать Приведенным Это Потому что Элементарные Унимодулярные Преобразования А вот Единственность Ну, давайте Начнем По порядку Я утверждаю Что D1 Отлямна Однозначно Определен В частности D1 Отлямна Почему А вот смотрите Давайте В матрице А отлямда Возьмем Такой Для матрицы А отлямда Возьмем Такой Многочлен Который Является Делителем Общим Делителем Всех Элементов Значит Любое Элементарное Унимодулярное Преобразование Даст матрицу Которой Каждый элемент Будет делиться На этот Самый Многочлен По-прежнему Очевидно И значит В итоге И D1 Отлямда Будет делиться Правильно Но ведь Мы можем Матрицу А отлямда Получить из D Отлямда Точно так Получается Что наибольший Общий делитель Элементов Матрицы А отлямда И наибольший Общий делитель Элементов Матрицы D отлямда Одинаковый Ну с точностью До ненулевого Числового Множителя Но для матрицы Data Наибольший Общий делитель Очевидно D1 Отлямда D1 Отлямда Делит D2 D3 и так далее. Правильно? Значит, вот вам доказательство того, что d1 от лямбга определённо однозначно. То есть это есть наибольшая с точностью до числового множителя, это есть наибольший общий делитель всех элементов исходной лямбга матрицы. Ну, а после нормировки, которая делает старший коэффициент единичным, нормировка однозначно определяет уже, выделяет d1 однозначно. Вот, теперь d2. Ну, немножко сложнее, а вот теперь давайте рассмотрим в исходной матрице от лямбда все миноры второго порядка. Это будут многочлены от лямбды, да, миноры второго порядка. И рассмотрим многочлен, который является общим делителем всех миноров второго порядка. Значит, наблюдение совершенно аналогичное. После любого элементарного преобразования мы получим матрицу, в которой каждый минор второго порядка делится на тот самый общий делитель. ну, это почти очевидно. Ну, это почти очевидно. Ну, смотрите, более того, значит, можно рассмотреть миноры катового порядка. Вот пусть все миноры катового порядка матрицы от лямбда делятся на некий многочлен. После... И мы выполнили одно элементарное унимодулярное преобразование. Ну, если это перестановка, понятно, что все будет, как я сказал. А вот такое, прибавили к строчке, к какой-то строчке прибавили другую. Ну, дальше, если минор не захватывает эти строчки, конечно, будет делиться. Вот. Если захватывает обе эти строчки, тоже будет делиться, поскольку он не изменится. А если не захватывает, ну, смотрите, тогда там одна строчка есть, ну, преобразованная строчка, только одна ведь. Но она есть сумма двух. Определитель обладает свойством полилинейности, помните? По строчкам в частности. Значит, мы можем его представить в виде суммы двух определителей, и каждый делится на тот самый общий делитель. Ну, что ж, получается, что наибольший общий делитель всех миноров второго порядка исходной матрицы совпадает с наибольшим общим делителем всех миноров второго порядка. Вот это им. Это Д2. Д2 на Д1, естественно. Но Д1 умножить на Д2 это и будет, здесь очевидно находится, тело вот этого свойства. Ну, и аналогично для миноров К этого порядка, значит, наибольший общий делитель всех миноров К этого порядка это произведение К-элементов. Это произведение многочисленных Д1, Д2 и так далее, ДК. Ну, вот. Вот. Тялема прекрасна, но вроде бы алгоритма еще нет, да? Потому что значит, есть факт существования, есть факт единственности. Но ведь алгоритм-то вот он, на самом-то деле, его теперь легко сформулировать. Там почему, как делать? Ну, найдем, вот первое, найдем наибольший общий делитель всех многочленов. Это, конечно, работы много, но, тем не менее, это элементарные арифметические операции с коэффициентами многочленов. Все, нашли Д1, таким образом, да? Значит, теперь найдем наибольший общий делитель всех миноров второго порядка. Нашли произведение Д1, Д2, значит, это Д2. Вот вам алгоритм. С конечным числом, большим, конечно, но конечным. С числом арифметических операций. То есть, можем понять. Значит, да, ну, а дальше понятно как. Вот одна матрица от Лямбда, привели ее вот к такому виду. Теперь еще другая матрица бы от Ляна привели к аналогичному виду и смотрим, совпали ли в многочленах до 1, до 2 и так далее. Если совпали, то эквивалентны, если нет, то не эквивалентны. Ну, небольшое замечание. Значит, можно ведь рассмотреть униемодулярную матрицу и ее с помощью элементарных униемодулярных преобразований привести к какому виду она привела? К единственным. К единственным матрицам. А это значит, что не только, ну, понятно, что если мы вообще с помощью произвольного, не знаем, как мы сделали, на какие-то униемодулярные матрицы умножили слева и справа, вот, если мы то есть мы получили вот такую матрицу d от лямбда с таким свойством многочленного d1, d2 и так далее, то эти многочлены определены однозначные. С точностью для числовых множеств. Но если их брать приведет, то просто однозначно. Вот и теорема существования единственности есть и алгоритмы. А вот теперь как все это связано с распознаванием подобия, подобно ли две числовые матрицы А и Б. А и Б. А и Б. Спасибо. Значит, это числовые матрицы с элементами, и, что замечательно, из произвольного поля. То есть фиксируем произвольное поле, рассматриваем многочлены с коэффициентами из этого поля только. Значит, числовые матрицы А и В подобны. Тогда и только тогда, когда две матрицы вот такие, А минус лямбда на единичную, вы понимаете, что это лямбда-матрица, да? И матрица В от лямбда вида В минус лямбда на единичную унимодулярно. Эквивалентная. Ну, если есть такая теорема, то, понятно, у нас сразу же появляется алгоритм, распознающий подобие за конечное число арифметических действий. Ну, давайте эту теорему докажем. Ну, в одну-то сторону очевидно, да? Ну, если числовые матрицы А и В подобны. Ну, смотрите, если А есть П на В на П в минус первой, то отсюда следует А минус лямбда и есть П на В минус лямбда и на П минус первой. Правильно? Ну, вот эти две матрицы. Естественно, числовая матрица П, невыраженная, является унимодулярной одной матрицей. Значит, в одну сторону тянем, конечно, очевидно. Если нетривиальная часть, другая. Итак, предположим, что матрица А от лямбда, ну, вот такая, А минус лямбда и, вот такая матрица. Предположим, что она унимодулярна, эквивалентна матрице Б от лямбда. Где Б от лямбда, это Б минус лямбда на единичную. Что отсюда можно извлечь? Как отсюда вытащить подобие числовых матриц А и Б? Ну, давайте вот что сделаем. Давайте возьмем матрицу Х от лямбда и представим ее в виде вот в таком А от лямбда на некую матрицу, скажем, Х с чертой, пускай будет от лямбда, плюс, ну, я напишу пока, п от лямбда, похоже, как бы, что-то похожее на деление с остатком. Это и будет деление с остатком. Ну, давайте посмотрим повнимательнее, как мы будем делить. Значит, Х от лямбда можно записать как вот такой многочлен. Ну, какой-то степени, я не знаю. Значит, такие многочлены называют матричными многочленами. У нас было понятие многочлена от матрицы, несколько иное. Несколько иное, да? Многочлен от матрицы это был обычный числовой многочлен. Ну, дальше мы вместо переменной ставили матрицу. А здесь, смотрите, переменная лямбда, а коэффициенты при степенях лямбда являются многочленами. Значит, вот Х от лямбда, конечно же, имеет вот какой-то такой вид. И мы хотим делить столбиком на многочлен А от лямбда. Столбиком. Но А от лямбда – многочлен очень специального вида. И замечательно, что старший член – это минус единичной матрицы. А это означает, что у нас не вырождены, главное, что не вырождены матрицы. То есть мы всегда можем подобрать матрицу, при умножении на которую мы получим в точности старший член вот этого, Х-ката. Ну и произведем вычитание. Значит, здесь старший член после вычитания исчезнет. Меньше будет. Но опять мы на ту же матрицу можем подобрать коэффициент, матрицу, коэффициент при умножении на которую мы уничтожим новый старший член. И так далее. И это будет деление с остатком. То есть старший член многочлена П от лямбда будет степень иметь... Будет многочлен меньше... Ну, естественно, вот мы здесь будем говорить, что если Х-ката не нулевая матрица, то это степень К. То есть мы видим с вами, что благодаря специальному виду матрицы от лямбда, специальному виду, мы можем любой многочленный, в частности, матричный многочлен Х от лямбда, записать вот в таком виде, где степень П от лямбда, как степень матричного многочлена, будет строго меньше степени многочлена А- лямбда. То есть это будет числовая матрица. Поэтому я лямбда здесь натру. Обратите внимание, что здесь А умножается на Х-чертой именно таким образом справа. Ну, вот для такого желания. Мы могли бы представление искать в виде, когда лямбда матрица на А умножается слева. Здесь П было бы другое. Тоже была бы числовая матрица, но другая. А вот для У от лямбда мы то же самое сделаем, но только здесь мы... Ну, значит, тут лево будет у нас. Не коммутативность, поэтому будут разные вещи. Ну, так или иначе, вот, надеюсь, вы видите, почему, да? То есть можно Х от лямбда, У от лямбда представить вот в таком виде. И вот теперь из этих трех формул поизвлекаем то, что нам нужно. Значит, А минус лямбда и минус П на Б минус лямбда и на Ку. Докажем, что это лямбда матрица какая-то, да? Докажем, что это будет нулевой матрицей. Значит, это есть А от лямбда минус П на Б от лямбда на Ку. Значит, наша цель объявлена. И мы хотим доказать, что это будет нулевой матрицей. Ну, по порядку. Значит, А от лямбда минус... А П что такое? Ну, П вот из второго уравнения выражаем. П это есть Х от лямбда минус А от лямбда на что там? На Х с чертой, да? На Х с чертой от лямбда. На Б от лямбда. И здесь мы К выражаем из третьего уравнения. у от лямбда минус у с чертой от лямбда на А. Ну, давайте вот этот скобочек будем раскрывать. Заметим, что А от лямбда минус Х от лямбда умножить на Б от лямбда на У от лямбда есть ноль. Нулевая матрица. В силу вот этого первого уравнения. Значит, этого члена не будет. Останется три, да? Три слагаемых. Каких? Значит, Х от лямбда. На Б от лямбда. На У с чертой от лямбда. На А от лямбда. Поверим с минусом, да? Значит, это, это и это. Так, а почему с минусом? С плюсом. Два минуса перемножится. Дальше. Плюс. А от лямбда. Х с чертой от лямбда. На Б. Лямбда на У. И минус. Этот минус, этот минус. Три минуса. Значит, А от лямбда. Там что-то такое будет. Мне не важно, что будет. Я обозначу это. З от лямбда и здесь А. Главное, что с боков будет понятно, да? С боков будет от лямбда. А вид за от лямбда мне не важно. Что мне важно дальше? Важно заметить, что такое Х от лямбда на Б от лямбда. А от лямбда на У минус 1 от лямбда. Значит, аналогично Б на У. Б на У. Это есть Х минус 1 на А. Значит, это есть Х минус 1 от лямбда на А от лямбда. Ну, вот теперь, теперь вот я так запишу все это. А от лямбда умножить. Ну, какие буковки вам нравятся? Любую букву называйте. Аж прекрасно. Видно, да, что получилось произведение вот таких лямбда-материй. Значит, А от лямбда – это матричный многочлен степени какой? Единица. А от лямбда – многочлен степени единица. Если многочлен H от лямбда имеет степень единицы или больше, более того, если это не нулевой многочлен, пусть его степень даже ноль, тогда произведение получит какую степень? Два. Если это нулевой многочлен, не нулевой, то степень будет два. Степень будет два. А если H от лямбда еще побольше степени имеет, ну, почему два? Потому что у многочлена А от лямбда старший матричный коэффициент – это минус единичная матрица. Минус, значит, минус единичный, минус единичный перемножаются, и между ними какая-то матрица, то есть нулевая матрица не может получиться. Значит, смотрите, то есть это многочлен матричный, если H от лямбда не нулевой, то это матричный многочлен степени больше или равно двух. А вот этот многочлен, здесь по ику числовые матрицы, а степень этого многочлена не превосходит единицу. Противоречие. С чем противоречие? С тем, что H от лямбда – не нулевой матрица. Не нулевой матричный многочлен. Значит, он нулевой. Значит, это нулевой матричный многочлен, и, следовательно, и произведение есть нулевой матричный многочлен, что я обещал вам доказать. Значит, доказано. Вот это то, что мы хотели получить. И это равенство доказывает то, что матрицы А и Б, числовые матрицы А и Б подобны. Смотрите, смотрите, это что такое есть? Это есть А минус П, Б, Ку, да, минус лямбда, а здесь единица, минус П, Ку. И это есть 0, нулевой многочленный. Ну, многочленный, зачем нулевой, когда все коэффициенты нулевые, значит, отсюда вытекает. Ну, это есть 0, и это есть 0. То есть, Ку равняется П в минус первой, а А равняется П на Б на П в минус первой. А это означает, что матрицы А и Б подобны. Вот удивительно, что все это действительно не требует выхода за пределы основного поля. Значит, здесь все вычисления выполняются в основном поле, которое может быть, в том числе, может быть и конечным полем, любое. И факт подобия распознается. Распознается. Так. Ну, хотя, сейчас мне в голову пришло, что можно, наверное, эту теорию использовать. Некоторым образом обойти и придумать алгоритм, распознающий подобие без этой теории. Но теория интересна. А, значит, что мне пришло в голову сейчас? Ну, вот смотрите. Вот А и Б, да, что значит подобие? Ах минус хб равняется нулю. То есть, это означает, что надо искать решение этой системы. А мы решение этой системы. Эта система линейных гибридовичных хроней однородная. А мы можем решение написать вот в таком виде. Ну, какая-то фундаментальная система. Линейная комбинация, да? Линейная комбинация с коэффициентами. Ну, я напишу. Каких-то решений. И нам надо найти. Все найти. Найти. Невыразленную матрицу х. Подобрать коэффициенты. Понять, можно ли подобрать коэффициенты, дающие невыразленную матрицу х. Ну, что ж, условие вот такое. Что делать дальше? Дальше определитель этой матрицы. Есть многочлен от альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-к. Значит, если... Ну, а дальше... Если этот многочлен не нулевой, ну, вот тут вообще-то есть, конечно... Да, проблемка есть. Если поле бесконечное, то если этот многочлен не нулевой, точно, значит, мы можем подобрать значения для альфа-1 и альфа-к, которые дадут не нулевое значение этого многочлена. Таким образом, по крайней мере, так. В случае бесконечного поля, любого бесконечного поля, вот вам тоже способ, позволяющий законечное число действий распознать подобие. Арифметические действия. Если поле конечное, то здесь какая-то проблемка есть, потому что, если получился не нулевой многочлен от альфа, это еще не означает, что можно подобрать значения. А? Или можно? Мы переберемся от значений в конечное число. Ну, не всегда. Например, в поле из двух элементов, да, многочлен какой-то там... Х плюс один, он не нулевой? А, нет. Х... Да. Да. Х квадрат плюс один. Ну, какая разница? Он всегда... С ним все хорошо. С ним все хорошо. Ну, вообще-то вроде бы... Вроде бы все хорошо, да? Если многочлен не нулевой, х квадрат плюс х, да. Вот здесь плохо. Да, действительно. Вот в конечном поле может быть не очень. Действительно. Правильно. Но, тем не менее, смотрите, вот для бесконечных полей есть другой путь, совершенно прямой. Ну, ладно. Давайте здесь точку поставим. Точку поставим. Итог. Ну, совершенно замечательный итог. Это вот такая теория линейных операторов в конечномерных пространствах. Мы с ней познакомились. В общем, достаточно полно. Вот. Здесь, конечно, очень важны... Важно понимать связь с матрицами. То есть, матрицы представляют линейные операторы на конечномерных пространствах. Да, да. Дальше вот понятие подобия матриц. Вот. Инвариантные пространства, характеристические многочлены, собственные значения, собственные векторы. И задача о разложении, о расщеплении линейного оператора. Да. Максимально возможное число. линейных операторов. Прямую сумму. Задача, которую мы решили. Вот. Решили. Здесь появилось корневое расщепление и понятие корневого пространства. Вот. на каждом корневом пространстве сужение оператора является квазискалярным. То есть, только одно сотное значение. После сдвига получается нельпатентный оператор. Ну и вот здесь в случае нельпатентного оператора все пространство расщепляется в прямую сумму пространств Крылова, которые уже дальше не расщеплены. И причем размерности этих пространств Крылова определены однозначно. Ну и в итоге теорема Жирна. Вот. Ну и уж совсем под занавес вот техника лямбда-матриц, понятие унемодулярной эквивалентности лямбда-матриц и сотный способ распознавания подобия с помощью выяснения унемодулярной эквивалентности специальных лямбда-матриц. Ну ставим здесь точку. А значит впереди впереди еще очень много интересного нас ждет. Мы безусловно продолжим изучение линейных операторов. Продолжим. Но будем что-то такое дополнительное предполагать от пространств, на которых оператор действует. А именно нас будут интересовать линейные пространства, снабженные какой-то метрикой. Ну что это такое? я начну рассказывать. Вот. начнем мы не с пространств, а вообще с произвольных множеств, на которых операций-то никаких не введено. На произвольных множествах можно вводить метрики. Или другими словами понятие расстояния между элементами произвольно заданного произвольного множества. Ну, например, это может быть конечное множество. Множество всех присутствующих в аудитории П6 на данный момент. Хорошо определенное множество. Это может быть бесконечное множество. какое-то. Что понимается под расстоянием? Это некое число, которое сопоставляется с парой элементов этого множества. То есть речь вот о расстоянии. Ну, есть число не отрицательное, вещественное число. Вещественное число. Значит, M произвольное, но не пустое множество. Вот и вводится функция. Ну, давайте x и y напишу. x и y это элементы этого множества. Значит, функция должна обладать некоторыми свойствами. Значит, первое. Это 0, тогда и только тогда, когда x равно y. Ну, естественно. расстояние между элементом с самим собой, естественно, желать, чтобы оно равнялось нулю. Ну, даже вот здесь больше, тогда и только тогда. То есть, если расстояние не нулевое между элементами, то это элементы разные. расстояние. Второе. Симметрия. Значит, расстояние от x до y и расстояние от y до x потребуем, чтобы это было одно и то же. неравенство. третье. Неравенство, которое принято называть неравенством треугольника, но треугольник... Ну, действительно, здесь три элемента связаны, но такой геометрической картинки может и не быть в абстрактном случае. Значит, ρ от x y меньше или равняется, чем ρ от x z плюс ρ от z и. Неравенство... Ну, так или иначе, это неравенство называется неравенством треугольника. Значит, вот если вещественная функция, определенная на парах элементов множества m, обладает свойствами 1, 2, 3, значит, ρ от x и. В таких случаях ρ от x и называется расстоянием или метрикой. Расстояние расстоянием называется расстоянием между элементами x и y. Нужно. Необходимо даже. Но я об этом даже и сказал, но не написал. Обязательно. то есть это не отрицательный вещественный фокус. Равное нулю тогда и только иногда, когда аргументы совпадают. тут, конечно, надо обратить внимание на очень общий характер понятия расстояния. на одном и том же множестве очевидно, можно вводить самые разные расстояния. То есть разные функции ρ. Очевидно, что расстояние можно ввести вообще на любом множестве. Но вот есть тривиальный, малоинтересный способ ввести расстояние. значит, пример, неинтересный пример, но в каком смысле он интересен? Интересен тем, что можно придумывать очень неинтересные примеры. ρ от xy положим равным естественно нулю, когда x равно y и единицы, когда x не равно y. Значит, все три свойства выполнены. Ну, вот все сидящие передо мной, значит, расстояние между двумя разными персонами равно единице. Одно и то же. Симметрия неотрицательность есть, вот строгая неотрицательность даже есть, да? Вот симметрия неравенств треугольник очевидно есть, но расстояние мало интереса имеет. Но интересно то, что и это есть расстояние. Поэтому, вот, а дальше мы будем это делать, что в на множествах снабженных расстояниях вот много чего можно интересного делать, но надо иметь в виду, что расстояние могут быть весьма неинтересными. множество, снабженное расстоянием называется метрическим пространством. Почитаем. Называется метрическим пространством. ну, смысл здесь только такое. Вот есть расстояние или метрик, тогда множество это метрическое пространство. Ну, конечно, есть и примеры, совершенно понятное. Допустим, в качестве m возьмем множество всех вещественных чисел, расстояние определим, как мы привыкли к этому. Модуль разности x-y. И, конечно же, это легко проверить, что это будет расстояние. Этот пример очень интересный. И о нем вы очень много знаете. Вот что нового, по-видимому, должно открыться сейчас, это то, что в совершенно абстрактном метрическом пространстве можно вводить понятия, которые названия, которые совершенно привычны. совершенно привычны. Ну, значит, шар. Шар, да? Сейчас некий такой набор определений последует, но названия будут знакомые. шар. Ну, здесь вот есть вариант, давайте, скажем, открытый шар. Открытый шар радиуса R центром в A. Ну, A – это элемент метрического пространства. давайте позволим себе точками также называть элементы метрического пространства. Ничего особенного не имею в виду при этом. Значит, открытый шар радиуса R с центром в A. что это такое? Это множество всех X-ов из M. То есть, в метрическом пространстве выбираем все элементы X, такие, что расстояние от X до A много меньше, чем заданное число R. Вот это есть множество, множество. вообще говоря, под множество. Может быть, совпадает совсем множество M. Может, не совпадать. Вот такое множество называется открытым шаром. Замкнутый шар. Догадывайся, да? это все элементы X, такие, что расстояние до центра шара меньше или равно чем R. Вообще говоря, разные множества. Теперь следующее понятие ограниченное множество. А что это такое по определению? Это множество элементов метрического пространства, которые целиком содержатся в некотором шаре. вот по определению такое множество называется ограниченным. Ну, шар открытый или замкнутый здесь все равно. Вот видите, вот название знакомое, да? Открытый шар, замкнутый, шар ограниченное множество. Все это было в курсе анализа. А вот появляется совершенно абстрактный, совершенно абстрактный объект с такими же названиями. но дальше ходящиеся последователи. Ну, давайте еще здесь успею написать, да? надо будет. Значит, будем говорить, что последовательность х м ну, понятно, это последовательность элементов метрического пространства м. Будем говорить, что она сходится к элементу х из м по определению. По определению означает, что расстояние между хн и х примется к нулю при н стремящемся бесконечно. Ну, расстояние, расстояние от хн до х это вещественные числа. То есть, это речь от сходящихся последствий вещественных чисел. Если она сходится, то мы говорим, что последовательность элементов метрического пространства m сходится к элементу х этого же пространства. Сразу же можно доказать утверждение, знакомое вам, но теперь его можно доказать в совершенно абстрактной ситуации. Значит, если хн сходится к х, и если хн сходится к у, а х равно у, то есть, к двум разным элементам одна и та же последовательность сходиться не может. Ну, естественно, х называется пределом. То есть, можно говорить о сходящейся последовательности, не указывая явно предел. двух разных пределов быть не может. Как это утверждение доказывается? Тривиально. Тривиально. Посчитаем расстояние между х и у по неравенству треугольника. оно оценивается вот такой суммой. Правильно? а каждая слагаемая стремится к нулю. Ну, и значит, и сумма стремится к нулю, а вот х и у это констант. То есть, последовательность настоящая из одного и того же числа стремится к нулю в одном только случае, когда это число нулевое. Вот, значит, это число нулевое, а по первой аксиометрического пространства их должно совпадать с х. Значит, еще одно понятие анализа приобрело смысл в очень абстрактной ситуации. Пойдем дальше. Фундаментальные последовательности. Или последовательность каши. Или последовательность, раньше говорили, так, сходящаяся в себе. Фундаментальная последовательность. А что за определение? Это означает, что для любого эпсилон существует n большое, такое, что если m и n взять больше, чем n большое, то расстояние между xm и xn будет меньше. Ну, здесь все равно, больше или равно. опять-таки, все так же, как в анализе, только есть функция ru от xy, довольно произвольная, но обладающая свойственное расстояние. А пример неинтересный показывает, что эта функция может быть, ну, совсем не похожая на то, что изучалась в анализе. Дальше, теорема. Если последовательность xn сходится, то она является фундаментальной. Было, да, такое? Ну, давайте посмотрим, как это доказать. Ну, значит, сходится, xn вводится к x. Значит, что такое есть ru от xm и ru xn? По неравенству треугольника это ru между xm и x расстояние плюс расстояние между x и xn. Значит, выберем любой эпсилон больше нуля. Можно здесь взять, начиная с некоторого маленькое, будет меньше эпсилон пополам, а здесь будет тоже меньше эпсилон пополам, но в итоге будет меньше, m и n больше некоторого нитурально муч просто. Любая конящаяся последствия является фундаментальной, почти тривиально. Почти тривиально. Совершенно абстрактная ситуация. Но вот верно ли обратное? Чему вас учили в анализе? Обратное верно. Вот тут я должен вас огорчить. В абстрактном метрическом пространстве обратное может быть неверно. Пример. То есть обратное утверждение в общем случае неверно. обратное неверно. возьмем такое интересное метрическое пространство. Может быть не вот. Возьмем вот такое. то есть это пе вещественные числа строго больше нуля и меньше чем единица. хотя почему здесь меньше несут важно. А важно определить расстояние. Ну это понятно что смотрите вот это множество m это подмножество r большое. Правильно? Да множество r большое есть естественное расстояние. Как учили в курсе анализа. Вот такое. Понятно что если мы имеем уже метрическое пространство и возьмем его часть то та же самая функция расстояния будет расстоянием. То есть любое подмножество метрического пространства само является метрическим пространством с тем же самым расстоянием. Значит вот это множество тоже является метрическим пространством. А теперь рассмотрим, давайте, вот такую последовательность. Единица, принадлежит нам большое? Принадлежит. Является ли последовательностью фундаментальной? Является. В частности, по какой причине? Единица делить на n в пространстве r большое, красиво, r, сходится к нулю, и там является фундаментальной. Ну, значит, и здесь является фундаментальной. А сходиться оно может только к нулю. Правильно? А нуля в m нет. Вот и всё. Вот вам пример. То есть бывают метрические пространства, в которых имеется фундаментальная последовательность, не имеющая предела. А причина? На самом деле причина заключается в том, что этот предел в более широком пространстве предел есть, но он не принадлежит тому пространству, в котором мы работаем. на самом деле это полное описание ситуации. Может быть, не совсем легко это действительно увидеть, но это абсолютно полное описание ситуации. То есть ничего другого здесь и не бывает. То есть вот фундаментальные последовательности оказываются нисходящимися ровно по этой единственной причине. А что же я действительно сейчас вот пытаюсь вам сказать? А пытаюсь я сказать следующее. Любое метрическое пространство любое метрическое пространство можно вложить в более широкое метрическое пространство, в котором в более широком любая фундаментальная последовательность будет сходящейся. Но при этом да, вложить ну то есть вот расстояние, которое действует на заданном метрическом пространстве, то же самое расстояние, которое на более широком. Но в более широком больше элементов и там это расстояние определено просто на более широком множестве. Наверное, это не есть очевидный факт. А сила его в том, что он справедлив в общей ситуации для любого метрического пространства. Значит, это есть теорема пополнения. То есть, любое метрическое пространство можно вот таким образом пополнить. Ну и есть определение полного метрического пространства. Определение. метрическое пространство называется полным, если в нем любая фундаментальная последовательность является конячей. Мы с вами уже знаем, что бывает неполное метрическое пространство. Вот пример. вот, а теперь теорема теорема о пополнении. Любое метрическое пространство можно вложить в полное метрическое пространство. Ну вот, слово вложить, конечно, надо правильно понимать. Это означает, что есть более широкое пространство, на нем, естественно, заданы расстояния. Там любая фундаментальная последовательность сходящейся. Но если мы возьмем два элемента из исходного пространства, то расстояние между ними, как оно было определено, это в точности то самое расстояние, которое определено и в более широком пространстве. Вот просто смысл понятия вложить. По духу доказательства теорема совершенно алгебраинт. Хотя вот, может быть, у присутствующих уже стало закрадываться сомнение, чем мы занимаемся алгеброй или анализом на данный момент. Ну, ответ, конечно, и тема-тема. Доказательства теоремы о пополнении совершенно алгебраическое по духу. Особых трудностей в нем, как мне кажется, нет. Но, возможно, трудности связаны с тем, что нужно понять, что надо проверять. И эти проверки надо выполнить. значит, итак, вот задано метрическое пространство. И в нем, возможно, есть фундаментальные последовательности, которые не имеют предела. то есть есть последовательности, сходящиеся в себе, то есть фундаментальные, которым нельзя поставить в соответствии их пределы, просто его нет в нашем пространстве. Ну, как, если что-то нет, давайте обозначим каким-нибудь абстрактным символом и из того, чего нет, составим множество. Дополним этими элементами. Ну, примерно так все и будет происходить. Значит, рассмотрим фундаментальную последовательность. Ну, тут вот какое дело. Две разные фундаментальные последовательности, наверное, могут иметь один предел. Конечно же. Поэтому так нельзя сказать, что в каждой фундаментальной последовательности есть элемент, абстрактный, если его не было, мы его добавим, получится так, что два новых элемента, вообще-то говоря, надо, некоторые элементы из них надо считать одинаково. Значит, вот мы ведем понятие эквивалентных фундаментальных последователей. Эквивалентных. Значит, последовательность xn, давайте так писать. Ну, может быть, вот. Значит, по определению это будет означать, что расстояние между их членами, между их n-ными членами примется к нулю. Значит, вот такое отношение, такое бинарное отношение на множестве фундаментальных последовательностей. Ну, наверное, можно такое отношение ввести вообще на множестве всех последовательностей. Тоже. Но нас интересуют фундаментальные. И бинарное отношение, которое обладает замечательными свойствами. Оно рефлексивно. То есть, xn эквивалентно самой себе. Оно симметрично. Если xn эквивалентно yn, то yn эквивалентно xn. Очевидно. Оно транзитивно. Увидели, да? Не надо проверять. Значит, это бинарное отношение обладает свойством рефлексивности, симметрии и транзитивности. И в алгебре такое бинарное отношение, такой тип бинарных отношений у нас с вами возникал. Мы говорили о том, что именно такие бинарные отношения позволяют отождествлять формально разные объекты. И такие отношения называются отношениями эквивалентности. Значит, вот теперь какие новые элементы мы намерены ввести? Классы эквивалентности. То есть, все множество фундаментальных последовательностей разбивается на классы эквивалентности, не пересекающиеся между собой. Один класс эквивалентности содержит все фундаментальные последовательности между собой эквивалентные. И никакие две последовательности разных классов между собой не эквивалентны. Значит, вот это и будет более широкое множество. То есть, вот давайте я его МСЧеркой обозначу. МСЧеркой это множество классов эквивалентности. Возник, наверное, вопрос. А мы же хотели бы, чтобы множество МСЧеркой содержало в себе множество М. Вложить. Ну, мы еще на МСЧеркой еще и расстояние не определяли. Это тоже надо будет сделать тот вложить. Давайте с этим разберемся, почему М можно считать частью МСЧеркой. Да, есть последовательности, состоящие из одного и того же числа. Они фундаментальны. Они фундаментальны. Но и эквивалентны они фундаментальны. фундаментальны. Они фундаментальны. последовательности просто в которых этот самый хвостовой элемент в хвосте с самого начала повторяется. То есть, такой последовательности естественным образом ставится в соответствии. числом, или, скажем, такому значит, вот с не с числом, с элементом А исходного метрического пространства свяжем последовательность А, А, А и так далее. И класс эквивалентности, в который она входит, и поставим соответствие этому элементу А. Значит, вот стопный способ считать, что М является частью М с чертой. Дальше надо ввести на М с чертой расстояние. Я покажу, как это можно сделать. Но, наверное, кто-то из вас уже догадался. Значит, а как обозначить классы эквивалентные? Ну, давайте я так. Я напишу здесь две то есть надо определить расстояние между классами эквивалентности. А мы это сделаем, определив расстояние между двумя фундаментальными последовательностями, которые входят в этот класс эквивалентности. И определим вот таким вот образом. Предел при n стремящемся к бесконечности ρ xn yn. С этим определением возникают сразу вопросы. Почему оно корректно? Даже до этого, а почему предел существует? Почему, если мы возьмем две фундаментальные последовательности и рассмотрим расстояние между xn и yn, почему такая вещественная последовательность имеет предел? Вот, пожалуй, задача, доказать, что есть предел. А дальше разбираться, почему это определение корректно. Почему, если мы возьмем не xn, а последовательность эквивалентной xn, потом возьмем последовательность эквивалентной yn, определим вот это значение ρ, почему это будет то же самое значение ρ. Значит, вот следующий шаг доказать корректность. вот так или иначе вот программа действий кажется намечена, да? А время наше сегодня вышло, поэтому сегодня все. иначе